Канал Али Аттисам представляет Вот мы продолжаем серию уроков из книги Сегодня у нас 43 урок Передает Ибрахим ибн Абдиррахман ибн Ауф Он сказал, что его отец Абдуррахман ибн Ауф Сказал Сухайбу И не приписывая себя никому, кроме своему отцу Сухайб сказал Я это даже не сделал бы, какие бы большие деньги не дали Какое бы большое богатство мне не дали Я этого не сделал бы, я этим не был бы доволен Мне приписывать себя к чужому отцу История, иншаллах, как это Почему он так сказал Почему Сухайб так ответил Иншаллах я расскажу, когда этот разъяснят будет этот хадис Начнем Передатчик хадиса Хадис передает Ибрахим Ибрахим кто это? Это был сын Абдуррахман ибн Ауф Абдуррахман ибн Ауф Кто такой, иншаллах, мы расскажем сейчас Сперва про его сына Ибрахим Он из больших таби'инов Один из больших таби'инов Потому что он родился До смерти пророка Саллилаллаху алейхи вассалам И первую степень таби'инов Старших таби'инов его считали И из сыновей Абдуррахмана Который хадисы передал от Умара Единственный он Ибрахим Он умер В 75-м или 76-м году Хиджри Как сказал Ибн Хаджр В своем книге Аль-Исаба Фитамизис Сахаба А его отец Абдуррахман ибн Ауф Ибн Абдилхарис Ибн Зухр Ибн Килаб Кураши Зухр Абун Мухаммад Один из Десятых человек Которые Этим же дунья Которые им сказали Вест Что он будет в раю Обрадовали Благим Вестом И один из тех людей Который Абдуррахман ибн Хаттаб После себя Который оставил Из этих шестерей Выбирайте Один Из них был Утман Али Этот Утман Ибн Афан Али Ибн Абдалим И из них был Абдуррахман ибн Ауф Ради Аллаху Анхум Ажмаин И он был Моложе Чем пророк Салли Аллаху Алейхи Васаллам На 10 лет И сам принял он Даже Пока пророк Салли Аллаху Алейхи Васаллам Не начал призывать Дару Аргаме Так рано Принял он Ислам И два хижру Сделал Одну хижру Эфиопию Сделал Вторую хижру Сделал Медину И участвовал Бадр И остались Все битвы Пророка Салли Аллаху Алейхи Васаллам И умер В 31-м году Хижри Некоторые годы В 32-м году Аллаху Алям 72 года Жил Ради Аллаху Анаху В Ардах И похоронили Его В кладбище Баки В данный момент Который Рядом С мечети Пророка Салли Аллаху Алейхи Васаллам Был И он был Очень щедрим И Один из Щедрейших Сподвижников Пророка Салли Аллаху Алейхи Васаллам Был Абдурахман Ибн Ауф Ради Аллаху Абдурахман Ибн Ауф Говорит Сухейб Руми Сухейб Руми Мы знаем Его назвали Сухейб Римский Из Римляны Почему Потому что Он В детстве Его украли И сделали Рабом Он был У Римлян Потом От них Купили Арабы И он В Мекке Жил Из этого Когда Сухейб Руми Семя Называл Сухейб Ибн Синан Ибн Халид Ибн Амр Он был Из арабов Хоть его Сухейб Руми Называют Он был Из арабов И Его отец Тоже был Правителем Он был Правителем Один из Провинций Ирака При Проявлении Кисра До Ислама Ихняя земля Была Рядом С Масулом На берегу Ефрат Река Ефрат И Будучи Ребенком Его украли Римляне Украли Его Из этого Он Когда Даже Вырос И Арабы Его купили Он Арабский язык Разговаривал Но у него Был Сильный Акцент С ошибками Разговаривал Ради Аллаху За то Что Себя Он Называл Сухейб Ибн Синан Из этого Сказал Бойся Аллах Не приписывай Себя Чужому Отцу Вот так Абдурахан Ауф Его Предупреждает Что он Побоялся Аллаха Субхан Аху Тогда Суэб Румя Ответил Я Говорит Приписывать Себя Не хотел Б Говорит Если Даже Мне Давали Б Много Имущества Я Этого Не Сделаю Ну Говорит Я Был Ребенком И Меня Украли Я Был Араб Я Араб Просто Украли Римляне И продали Из этого Мне Называют Суэб Римский Суэб Румя Ислам Принял Вместе Аммар Абн Ясф Один День Тогда Ислам Были Около 30 Чем-то Человек Было Ислам И Он Был Один Первых Которые Приняли Ислам В Мекке Когда Пророк Саллиллах Алиллах Саллиллах Саллиллах Сделал Медину Он Тоже Вышел За ним Хижру Делать Курайши Сказали Ты К нам Пришел Без Имущества Сейчас Ты Хочешь Сам Тоже Уйти Собой Имущество Забрать И Он Сказал Если Вам Покажу Где Я Спрятал Своё Имущество Свои Деньги Вы Мне Оставите Они Сказали Да Оставим Он Рассказал Где Он Спрятал Закопал Своё Имущество Они Взяли Эту И Он Делал Хижру Тогда Когда Его Увидел Пророк Салли Аллаху Сказал Раби Хальбай Абаяхья Твой Торговлю Очень Прибыльным Стал О Абаяхья Говорит Его Назвал Абаяхья Назвал Пророк Салли Аллаху Алейхи Ва Саллим И Насчет Него Был Ниспослан Аят Из Людей Есть Люди Которые Свои души Покупают Ради Довольства Аллаха Субхан Аху За то Что Своё Имущество Отдал Ради Аллаха И Хижру Сделал Это Был Сухейб Руми Ради Аллаху Ана Как Абду Рахман Ему Этот Инкар Сделал Порицал За то Что Он Назвал Сухейб Ибн Синан И Такое Случилось Умар Абн Хаттаб Тоже Так же Синан Умар Абн Хаттаб Был Братом Сухейб Руми Имеет Свиду Когда Медину Хижру Сделали Пророк Салли Аллах Али Ва Салли Побратал Между Умар Абн Хаттаб И Сухейб Руми Ради Аллаху Анхума Его Мама Тоже Была Чистая Арабка Из Баню Тамим А Его Язык Был А'жами Он По Араб Он Трудно Разговаривал За то Что Он Вырос Среди Римлян Ради Аллаху Анхум Ва Арда Умар Абн Хаттаб Говорит Ему Абду Рахман Ауф Тоже Порицал Ему Ответил Умар Абн Хаттаб Тоже Ему Говорит В Исламе Кроме Трех Вещей Порицаем Я Тебе Ничего Не Нашел В Тебе Ничего Нашел Это Большой Чест Не найти Человека Только Порицаем Только Три вещи И Это Тоже Непорицаем Отвечает На них Сам Сухайб Умар Абн Хаттаб Говорит Ты Говорит Себя Абду Яхья Назвал У тебя Сына Нет Почему Назвал Себя Абду Яхья Второе Говорит Никакое Имущество Ты Себя Не Оставляешь Сразу Расходуешь Ничего Не Оставляешь Для Себя Намр Ибн Кас Прадедушка Сухайб Руми Хотя Ты Являешься Израиль Ты Себя Приписываешь К Арабам Сухайб Отвечает За Три Порицания Умара Сухайб 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 Ответ Дает Он Говорит Аммал Кунья Фа Инна Расулуллах Каннани Аммал Кунья Кунья На арабском Языке Когда Тебе Говорят Отец Кого-то Например Абу Ахмад Я сын Отца Или же Абу Умар Отец Умара Отец Ахмад Уважением Использовал Эти слова Арабы Его называли Абу Яхья Его не был сын Он говорит Если ты мне порицаешь Пророк Салаллах Это имя дал Такой Кунья Пророк дал И сказал Раби Хальбай Аба Яхья Твой Торговля Прибыльным Стал О Абу Яхья Сказал Второе Если ты говоришь Что я Никакое имущество Не держу Сразу отдаю Аллах Куран Говорит Чтобы вы Не отдали На пути Аллаха Аллах Вам еще Другой даст Это я верю И отдаю Все то что у меня В руках есть Ничего не оставляю Себе Это даже Не порицаем Вес Даже Можеская Похвала А третий Если ты мне говоришь Говорит Что Третий Парицанин Ты приписываешь Себе К арабам Будучи Ты римлян Он говорит Я Такого Никогда Не сделаю Говорит Если даже Мой отец Из навоза Был бы Я сказал Это мой отец Я такого Не сделал Не будучи Моим отцом Или же Не будучи Я из этой племени Я никому Не приписал бы себя Ну говорит Меня украли Когда уже Я вырос Знал Отца своего Знал И Семью Знал После этого Меня украли Из этого Я не забыл Как зовут Моего отца Из этого Я приписываюсь К этой племени Говорит Сухайб Арруми Ради Аллаху Получается Два раза Он получил Парицание Один раз От своего брата Умра Абн Хаттаб Ради Аллаху Второй раз От Абдурахман Ибн Ауфа Ради Аллаху Анху И он Обоим Ответил Достойным Ответом Ради Аллаху Анхум Джамиан Его назвали Сухайб Руми За то что Его купили У римлян Но он был Арабом В детстве Которое украли И Сухайб Объяснил Обоим Кем он является В начале лекции Я забыл Сказать Как называется Эта голова Которую я сейчас Хадисы перевожу В прошлых уроках Мы сказали Голова Что слово Куфр Неверий Использовал Пророк Саллил Алилай Весаллам Тех Грехах Которые даже Не уводят Из Ислама Куфр Куфр Который Не доходит До большого Куфра Из этих Болла Тоже Кто приписал Себя К чужому Отцу Из этих Хадисов Которые Пророк Саллил Использовал Слово Куфр Неверие Но это Большой Грех Который Не уводит Из Ислама Хадис Который Передал Имам Бухари И Муслим От Абизар Что он Услышал Посланника Аллаха Что он Говорил Что он Говорил Нет Человек Нет Мужчина Который Приписывает Себя Чужому Отцу Зная Что у него Не отец Кроме Как он Неверным Стал Он Человек Неверным Становится Пророк Саллил Это неверие Мы В прошлом Лекции Рассказали Что это Неверие Имеется ввиду Большой грех Который Не выводит Из Ислама Там Если он Говорит Халал Дозволенно Приписывает Себя К чужому Роду Или к чужому Отцу Тогда он Становится Кафиром Потому что Халал Считает Халалом Запрет Считает Дозволенным А если он Говорит Это запрет Но приписывается Этот большой Грех Но не Вводит Из Ислама И так же Кто Приписывает К себе То что Не его вещь Например Кого-то забрал Или даже Приписывает Себя Знанием То что У него нет Он говорит Не из нас Пророк Не из нас Говорит Не из мусульман Если он Это халалом Считает А если он Знает Что это Харам Но делает Он делает Большой грех Который Не выводит Из Ислама И путь Приготовит Себе Место В аду Тот человек Который Приписывает К себе Чужие вещи Или же Тот если Призывал Кого-то Сказал О кафир Или же Сказал О враг Аллаха И он Не является Таким Не является Кафиром И не является Врагом Аллаха Кроме как Эти слова Вернулись К нему Вернулись К нему Что означает Иншаллах Мы расскажем В следующем Лекции Именно Отдельно По этой теме Если Мы называем Человека Кафиром Это что Означает Становится ли Человек Кафиром Или же Не становится Иншаллах Мы Это Разрешим В следующем Лекции В другом Ревая От этого Хадиса В другом Передании Этого Хадиса Бухари Передает Кто говорит Сам Приписывает К народу Хотя Он Этого Народ Сам Не является Пусть Он Приготовит Себя Место В Аду В другом Передании Этого Хадиса Говорит Не Будет Обвинять Человека Человек Человек Мужчина Мужчина Мужчину Не будет Обвинять Бил фусок Что он Нечестивец Фасик Вала Ярмихи Бил куфри Или же Не будет Его Обвинять Неверие Или Кроме Как Эти слова Вернулись К нему Если Это Его Друг Которого Он Обвинил Не Является Таким Этого Хадиса Мы Сейчас Разъясним Предатчик Этого Хадиса Является Абузар Его Имя Жундуб Ибн Жунад Аль Гейфари Аль Мадани Ас Сахаби Машур Известный Сподвижник Пророка Салли Аллах Алей Ас Он Рано Ислам Принял Но Поздно Хижур Сделал Он Не Участвовал В Бадре Один Из Правдивших Сподвижников Пророка Салли Алей 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 Является Являлся Абузар Он Использовал Слово Ассалам Алей К Пророку Салли Алей 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 Первый Который Салам Дал Ассалам Алей Пророк Являйся Абузар Ради Аллах Алан И он Рассказал От пророка Салли Алей Алей Салли 181 Хадис И Умер Рабада Место Ближе К Медине Пророка Салли Алей 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 И там же Его похоронили В Проявлении Слушал от пророка, что пророк говорит, не из нас тот человек, который приписывает себя к чужому народу. Мы это все объяснили, что означает приписывать себя к чужому отцу. Это является большим куфром, если он халал говорит, если он халал не говорит, но делает, это является малым куфром, большим грехом. И это слова, которые говорят, тот, кто приписывает к себе те вещи, которые для него не являются, он не из нас. Это очень, эти слова, очень тяжелые слова, и очень сильные слова от пророка, саллиллаху алейху асалам. Это хадис входит, те люди, которые приписывают себя к чужому имуществу, или же приписывают себя к знанию, то, что у него нет. И показывают себя, что он является аскетом, но он таким и не является. Фалайса минна, он не из нас, имею в виду, он не из нашей религии, не из нашего шариата. Когда это так будет, если он говорит, это халал? А если он это халалом не считает, это его деяние не является из наших деяний. Это деяние показывает себя, приписывает себя, то, что не его является, это не из нашей религии. Как сказал пророк, саллиллаху алейху асалам. Игорь пусть приготовит себя место в аду. Тот человек, который приписывает себя к чужему имуществу, или же то, что, та вещь, которая не является его. С этого хадиса мы понимаем, некогда приходит шариатский суд, он, зная, что это имущество не его, но красиво разговаривая, хорошо объясняя, судья, или же приводя доказательства, что это вещи его, ложные доказательства. Или же хозяин это имущество, например, не может принести доказательства, и тот поклялся, забрал это имущество, и судья сделал, что это имущество является твоим. Но если ты знаешь 100% это не так, это хадис для тебя тоже касается. Ходдай шариатский судья тебе изговорил, что это вещь твою, по вашим объяснениям или вашим доказательствам, но ты 100% знаешь, что это не так. Это взятие для тебя является харамом, если возьмешь, ты кушаешь огонь ада, как сказано в другом хадисе, как в этом хадисе сказано, приготовь себя место в аду. В конце этого хадиса говорит пророк, саллилалу алисалам, кто скажет человеку, о кафир, или же о враг Аллаха, эти слова возвращаются к нему. Грех этих слов возвращается к этому человеку. Это что означает? Грех этих слов возвращается к нему, или же эти слова являются большим куфром, или же маленьким куфром. Иншаллах, это мы вместе с другими хадисами разъясним на следующем лекции. Иншаллаху та'алла, Пусть Аллах субханаху та'алла дашь нам силу, чтобы мы придерживались этим хадисам, и не приписывали в себя чужие имущества, не приписывали в себя чужим, чужому роду, и не приписывали в себя чужим, чужому отцу. И не приписывали, и не забирали чужие имущества, не забирали, и не говорили, что ты являешься ученым, или же не говорили, что у тебя есть знания, будучи они у тебя нету. Это является все вранье и запрещено исламе. Да убережет нас Аллах субханаху та'алла от этих грехов. Амин, амин, амин. Амин, амин. Амин.